всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life который вещает и солнечной калифорнии которую накрыла дождями которые продолжаются третий или четвертый день сегодня у нас 16 градусов но тем не менее это прохладно а сейчас пожалуйста посмотрите с правой стороны вы видите дом затянуты таким полосатым прорезиненным брезентом я вам хочу про это что рассказать значит не знаю как в других штатах но в калифорнии вот именно в той местности где мы живем будем говорить только за нашу верю потому что мы небольшие эксперты в этом вопросе значит есть такой бич деревянных домов которые называются термиты они съедают дома ну не знаю как они съедят их до тла или нет ну получается да ну ты громче ну они по ходу могут съесть в общем кто смотрел мультфильм 80 дней вокруг света старый мультик там где филис фолк паспарту и мистер фикс в общем они там выпускали термитов и термиты съедали сарай вот в общем точно также здесь съедают дома эти термиты то есть реально видны дыры как они едят точат дерево ну и собственно вот есть компании которые занимаются тем что лечат эти дома убивают термитов и вот это так происходит дом полностью затягивают вот таким вот я не знаю этот материал похож на тент фуры дальнобойщика когда фура не с плотного материала сделано там я не знаю пластик металл а именно тентованная такая то есть это какой-то вот прорезиненный брезент и вот дом полностью от земли со всех сторон затягивают как бы палатку такую надевают на него и специальные есть трубоотводы какие-то там же наверное через которые частично газ или выходит или проходит или там ну в общем смысл в том что его плотника так одевают в эту палатку запускают туда газ который травит этих термитов и в таком состоянии дом находится наверно порядка двух-трех дней так вот что интересно когда частный дом скажем так на одну семью люди приводят в порядок убивают этих термитов то понятно они хозяева этого дома они там как-то собрались куда-то уехали к родственникам в гостиницу скорее всего возможно то есть переехали на несколько дней опять же что интересно что все в доме остается мебель посуда ну только люди уходят а все остальное остается а то что вы сейчас видели это building это можно назвать еще коммунити ну кто как называет или говоря русским языком скажем это трех четырех пятиэтажка как на квартир может быть 40 может быть больше из которой всех жильцов выселили вот на эти три дня я спрашивал у своего друга который менеджирует здание говорю а как это происходит вот куда людей переселяют но он говорит я никогда с этим вопросом не сталкивался и предположил что скорее всего управляющая компания дает какую-то скидку на следующий месяц возможно и просто люди переселяются на какое-то время в отеле в гостинице вот такая интересная особенность которую можно встретить по крайней мере в нашей эре да вот а теперь возвращаемся нашему блогу значит тема сегодняшнего блога первая работа в америке и это первая работа будет мы будем рассказывать о первой работе марины в америке значит я как ее менеджер и работодатель отыскал ее первую работу на фейсбуке значит в это время марина уже училась и скажем так марина не может пойти работать куда-то на полную ставку или на пол ставки какую-то организацию потому что во первых она учится во вторых на ней дом в третьих на дети и в четвертых опять же на ней вся наша семья еще и еще и я на ней вот и да и вот сама говорит тоже здесь то есть это случилось сколько наверно два года назад вот где-то так я полистывал сидел фейсбук немножко просматривал там какие-то новости и наткнулся на объявление что женщина ищет себе помощника который бы смог приготовить еду на семью я значит быстренько ей написал что моя жена у нас трое детей очень хорошо готовит и бла 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 в общем красиво рассказал про нее красиво прорекламировал в общем сделал как это называется ну слово забыл презентацию сделал сообщил телефон и послал сообщение вот и быстренько набрал марину сказал тебе сейчас будут звонить и спрашивать вот по такому то вопросу марина в это время как раз была в школе тогда мы учились в адалтскул вот она такая что когда чего блин типа да я не могу там ну она волновалась и переживала за то что может не справиться с высокой на нее возложенной обязанностью но я сказал что не очкуй и все будет четко в общем она очень стеснялась себя ну и сейчас она будет рассказывать как в общем переговоры дошли переговоры как к чему она пришла что делала а я буду вставлять реплики потому что но это было уже достаточно давно и я в этом тоже участвовал слово предоставляется шеф-повару марин в общем серьезно мне тогда позвонил я я была в шоке потому что я скажу так я готовила все время только для нашей семьи ну конечно какие-то праздники были там когда наши родственники приезжали я никогда не готовлю для посторонних людей мое образование никак не связано с готовкой и я очень боялась волновалась что готовить пирожки и продавать на улице я очень боялась волновалась будет ли все нравится не будет нравится на что на что я марину успокоил чем ее успокоил регулярно когда она мне подавала свои прекрасные блюда которые не только вкусные но еще и красиво выглядят я их фотографировал просто для себя для коллекции вот мне нравилось как марина что-то там подала ну я так говорю подала как ну конечно ну подала потому что я пришел с работы сижу красиво ты мне все это на блюде вот и у меня собралась определенная коллекция фотографий я сказал успокойся мы покажем твои фотографии все будет четко ну и там повернем про них еще и штурман не проходит ну давай штурман ну и в общем это женщина позвонила и мы стали вести переговоры о том чего она хочет они получаются как это семья из двух взрослых на тот момент человек и из двух только новорожденных деточек мужчина муж живет в америке лет уже получается по 30 и женщина она недавно переехала года полтора назад его жена это молодая семья скажем так года полтора на тот момент да да но я говорю вновь сложившаяся ячейка общества потому что вот только малыши близнецы родились ну в общем свои причины искали чего как-то выгода я при она сказала что они бы хотели кушать подожди начнем извини что я перебиваю по порядку было первое два варианта где вы хотите готовить дома или у нас дома то есть но типа у себя дома или приходить к нам готовить я сказала что я в принципе могу и там и там но для меня удобнее если это будет у меня дома понимаете у себя дома как-то ты на себя что ли свободнее чувствуешь это раз во вторых вся я думаю знаю где что стоит где что лежит и ну в общем абсолютно хозяйка на кухне да 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 все под рукой в спокойной обстановке никто не смотрит из-за спины ты не напрягаешься но все равно это что бегать каждый раз прошли у вас там допустим маленькая сковородочка где у вас то где у вас это я возьму это как-то я по себя чувствую второй вопрос тоже такой такой очень сильно трепещущий который сильно много обсуждался это по поводу продукт извини за к тебе еще чем нам удобно было чтобы ты готовила дома тем что ты могла готовить и нам и на заказ ты присматривалась за детьми это освобождало меня я не должен был сидеть я мог уходить на работу вот и опять же когда ты варишь суп ты не стоишь его и не мешать все время ты могла пойти там и стены покрасить и потолки побелить те же уроки делать так и вообще еще вопрос очень такой второй обсуждаемый вопрос по рейтингу обсуждаем вопросов это был по продуктам потому что есть двумя близнецами ездить было никак по магазинам покупать продукты супруг у нее тоже занят в течение дня в общем это одну она она напрямую не говорила может быть вы будете покупать надо так это ее первый опыт тоже в плане что искать человека кто будет в общем встретились мы две такие взволнованные не стали что сказать второй вопрос получается обсуждали будут браться продукты какого они будут качества сколько они будут стоить зато и ну и по итогу мы пришли к такому что раз ее супруг занят она не может и сама потому что малыши мы договорились на то что мы будем сами закупать продукты и она будет значит оплачивать часы сколько трачу на приготовление еды немножко денежек за то что мы их покупаем ну и естественно полную сумму за все продукты что это будет как часть работы поездка за продукт в общем после того как вы договорились о том кто покупает продукты следующий этап переговоров был объем да потому что я еще раз говорю что она тоже первый раз скажем заказывала у кого-то и она к нам нужно вот допустим на обед три тарелки супа я не понимаю как тарелками готовить поэтому немного переговоры прервались потому что и надо было там с мужем переуточнять они считали решали ну и в общем через пару дней она опять позвонила на определились уже с объемами сколько ей нужно готовить сколько первого сколько второго если допустим котлет то примерно сколько котлет должно быть если это работу сколько там ну короче в объемах и и плюс еще отдельно мы обговаривали как она 2 же аллергия платник переносимость какого-то там овоща фрукта еды какой-то например ее муж абсолютно не ест вообще не в этом видео не в салат добавлять мы себе сюда а мы всегда добавляем поэтому вот ну еще мы обсуждали приблизительное меню я и рассказала что что я умею готовить что я готовлю обыкновенную русскую еду что если конечно они хотят что-то там по спецзаказу грубо говоря я могу это попробовать сделать но я опять же предупреждаю что это будет возможно там первая вторая попытка какая-то и следующее как мы договорим мы а следующая мы договорились о том по каким дням мы будем привозить еду это значит будет понедельник среда пятница и на следующий недель в понедельник мы повезли пробную пробники повезли нет да мы приготовили и повезли первый раз первый раз но еще договорились что привозить будем мы сами да мы сами по себе доставка как бы тоже было влечено вы привезли первый раз а подожди мы упустили один существенный момент как мы договорились по цене и об оплате так сказать труда то есть мы пока они думали там сколько им тарелок супа приготовить сколько какого салата в общем что должно входить в один привоз мы со своей стороны приблизительно посчитали сколько надо времени потратить на то чтобы приготовить на то чтобы съездить это купить ну съездить купить мы чистое времени считали мы сказали что покупая себе продукты мы будем покупать вам поэтому чуточку времени так сказать надо платить остальное как не надо прямо на час уезжать сейчас оплачивать поэтому мы посчитали время какое мы будем затрачивать мы прикинули приблизительно что на это еще пойдет определенное количество электричества то есть как бы все составляющие составили и посчитали сколько будет стоить она это чуть позже посчитали сколько будет стоить сама собственно приготовленная еда для этого воспользовались моим опытом и я сделал калькуляционные карточки у меня в свое время был бар с дискотекой был бухгалтер мы делали для бара эти карточки у меня уже был опыт поэтому я составил эти карточки например у нас было такое блюдо весенний салат там были помидоры огурцы петрушка авокадо редис соответственно перчик соль соответственно какой-нибудь заправка масло оливковое там или виноградная вот все это я посчитал цена за единицу товара сколько грамм там вес какой идет или объем сделал такие карточки и потом с каждым завозом еды мы отправляли смс к и до смс к и смс к отправляли эти карточки чтобы они уже заранее знали сколько им надо заплатить вот и что еще мы сделали хотел сказать этому к этому к этому ну и перед этим все начиналось с того что мы выслали всю мою коллекцию фотографий тоже перекинули с телефона на смс кида послать как это вкусно аппетитно вы ну вот в общем проделав все эти манипуляции махинации подготовки маришка приготовила первый обед и на его повезли рассказа знакомились смотрели чудесных малышей доставили нашу еду получили денежки а там еще с котом познакомились это спенсер его зовут спенсер продажа что за порода он беспородный простой подожди разве он беспородный это второе вторая кошечка которая потом приехала это уже породится подождем же только выглядел сейчас разомнется он так выглядел такой он будет и шоу роста худенький спортивники мальчик он обычный и взят он из пил я думал что он типа этих сиамских каких-то нет 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 следующая их не окошко уже бывает дамочка породистая с характером ну про кошку потом почему потом но мы же с ним сразу почувствовали не про кошка но про кота дам рассказывает про кота почему потом да мы почувствовали какую-то симпатию потому что от меня плохо все время еду и он когда ну как я в дверь он ко мне и начинались бен обнимашки помялкивание но его кормить нельзя я его даже не могла ничем угостить супруг этой женщины очень сильно следит за здоровьем кота так как он он сам по себе медик но я бы сказал он не медик получается он ученый занимается разработкой лекарств от онкологии он достаточно знаменит в америке вот и он в общем мне кажется он даже немножко заодно ну прямо у настолько дозированной еду дает что я смотрю на кота и думаю надо как нелегально ему пронести хиты и подкормить ну в общем оставили еду и потом я очень сильно наверно часа три волновалась ничего ничего не пишет что они ничего не звонят да не было ответ на реакции реакции но потом ближе наверно часам ну вот пускай мы днем завезли часа в три а в семь она отписалась сказала что им все понравилось мы все одобряем потому что давай он вернулся с работы и уже они вынесли свой резюме да что все нравится давайте продолжать ну и не старая вот так вот работать по поводу того как что решалось что будет готовиться она полностью передавали так ну сначала она как-то планировала немножко совсем чуть-чуть это было несколько раз а потом она сказала чтобы это вы готовьте на свое усмотрение чтобы готовить это семьи то готовьте как бы нам нам все нравится нам все подходит бывали времена когда были какие-то спецзаказы но не то что спецзаказа как сказать уже приезжал папа и папа очень-очень сильно полюбил мой гороховый суп и овощной рагу и тогда уже допустим ну когда приезжал папа во первых порции немножко увеличивались и соответственно уже когда мы знали что есть папа я старалась чтобы на этой неделе обязательно про овощной рагу обязательно пол гороховый суп потом у мужа были при муж я знаю он он и говорил и я понял что им очень нравится грибной поэтому я тоже старалась его как-то ну почаще периодически периодически но я хочу заметить что меню у нас было достаточно разнообразно даже не то что достаточно было очень разнообразно и в общем скажем так что наверно суп не повторялся в течение месяца да конечно не вот так вот как-то и все стали работать я даже не знаю что еще добавить потому что как бы давай подрезюмируем подведем выводы вообще нам это было интересно нам это как тебе понравилось как ты вообще почувствовала себя шеф-поваром ну давай объяснили вначале почему в прошедшем времени об этой работе ну давай потому что за это почему мы говорим в прошедшем времени об этой работе за это время моим моим мужем их называю мои волшины это другая история мальчики подросли и они уже пошли в садик они пошли но это не садик это дайка называется по-английски ну это садик это садик и у мамы появилось время самой готовить и поэтому ну не то чтобы уволили контракт прервали у нас хорошие отношения мы созваниваемся мы дружим ходим на дни рождения на праздники друг другу но я уже там больше не работаю но благодаря первой работе эта работа потянула за собой какие-то наши какие-то знакомства другие работы другие заказы на дара старты но это немножко позже и ты обрела уверенность что твою еду могу есть не только я и дети есть не их заставить то есть в общем марина вышла на мировой рынок производства еды можно продавать франшизу то есть ну я чем я был доволен ну во первых конечно это было хорошо это был дополнительный доход в нашу семью который нас не обременял не временем и вообще нам за него голова не болела то есть мы шли себе в магазин за продуктами мы покупали людям продукты маришка становилась готовить нам параллельно готовила людям но иногда да иногда она готовила дополнительно для них дополнительное время то есть не готовя нам и приходилось конечно приготовить им потому что ну такой был договор и где-то мы там может выходной там что-то перекусили где-то или еще что-то то есть какие-то делали там ну не надо было готовить для семьи да вот поэтому тогда иногда приходилось только для них приготовить вот Но еще один хороший какой момент, и главное, это то, что Маришка наконец-то поняла, что она может готовить не только нам, что ее стряпня. Бабушка, бабушка, ты слышишь? Да, что она вкусно и хорошо готовит, и это нравится, и никто не обманывает ее, когда со слезами на глазах доедает какой-то там пересоленный что. А еще моя Маришка очень классно солит. Я ей говорю, посоли чуть-чуть, а она говорит, я знаю, как надо. Потому что я наград вижу. И никогда не пробует. Ну вот, девочки, кто смотрит, ну согласитесь, что когда ты готовишь, ты уже наград знаешь, сколько чего поражить, и не надо там с весами носиться или еще. Не, ну я же не говорил тебе с весами соль. Ну я когда солю, я насыпаю в ладошку, и с ладошки солю. Давай пропустим, это дополнительный этап. Ну это интересно. Нет, ну просто, Сереж, ну каждая девочка, когда готовит, у нее уже есть определенный сценарий, определенный рецепт, потому что я уверена, что если сравнить, вот трех женщин поставить, каждая по-своему приготовит те же котлеты, тот же суп какой-нибудь, борщ тот же, у каждой будет разный. Ну это понятно. Каждая знает по-своему, как его приготовить, так что ты не лезь в мою эту кастрюлю. Ну вот, в общем, больше как бы и добавить, наверное, нечего, да? Ну, я могу сказать, что мне очень понравилось работать с этой семьей, мне понравились сами люди, мне очень понравились, я очень люблю малышей. Кот? Кот. Вот второго кота я не очень понравилась, не люблю честно сказать, у нас не сражились с ней взаимоотношения. Вот, по коту, когда мы сейчас к ним приходим домой, кот забирается ко мне вот сюда на плечи и берется, он очень забавный. Так, что еще? Ну это, наверное, и все. Но ты обрела спокойствие и уверенность. Да, это дало мне уверенность, что я могу готовить, да, действительно, для кого-то, кроме своей семьи, потому что, ну, я не знаю. Ну ты очень переживала. Да, я очень переживала, я волновалась, будет нравиться, не будет нравиться. И не разрешала, поэтому выставлять мне свои фотографии в инстаграм. И что еще? А, в следующем влоге я расскажу о том, как я готовила, как я одна почутила. Да, как ты одна? Городом отяночестве. Не, ну почему, я же тебе немножко помогал. Ну, не пригласись, как мы и с Варикой. Как мы приготовили банкет на 40 человек для преподавателя в университете, который преподает русский язык, и он хотел... Рассказать своим студентам, показать и накормить. Накормить их русской едой. Своих, ну, можно сказать, американских, но это больше даже сказать, интернациональных студентов, потому что там и американцы были, и были другие национальности. Несколько японцев было, поэтому там такой микс получился. Ну все, всем хорошего дня. Хорошего настроения, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте и делитесь с друзьями ссылками. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Обязательно пишите комментарии, чтобы мы поняли, интересно вам было или нет. Ну, конечно, если вы поставите лайки, то мы и так поймем. Ну, тем не менее, мы всегда рады отвечать на все вопросы, на все комментарии, которые пишут под нашими влогами. Все. Всем пока, хорошего настроения и хорошей погоды. Бай-бай. Вы были на канале Наша жизнь в Америке не лайф, it's my life. Пока-пока. Бай-бай.